МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире на телеканале Татарстан 24 программа ЖКС. Жилищно-коммунальные советы. Советы по строительству, ремонту и сфере ЖКХ. С вами Гульнас Мениханова. Здравствуйте. Тема нашей программы – введение в Татарстане раздельного сбора мусора. В Татарстане с 2018 года жители будут собирать мусор раздельно. Какого цвета будут контейнеры, как они будут различаться по цветам, мы с вами поговорим в этой программе. Если у вас есть что сказать, вы можете звонить нам в прямой эфир. 8 800 532 55, 511 99 66. Также у нас есть группа ВКонтакте, вы тоже можете оставлять свои сообщения. Не только по теме ЖКХ, а можете также оставлять по строительству, архитектуре и проектированию. У нас в гостях Зарина Наумова, директор компании по сбору переработки вторсырья. Здравствуйте. Здравствуйте. Ян Наумов, руководитель проекта «Чистая среда». Здравствуйте. Хотелось бы, конечно, сначала, наверное, поговорить о том, как жители вообще, в принципе, относятся к раздельному сбору мусора. Если у вас, конечно, есть какая-то статистика, может? Жители относятся положительно очень, то есть и звонки постоянно получаем о том, чтобы ставили контейнеры во дворах, приемные пункты, где находятся, как это сдавать. То есть интересуются, задают вопросы. И, конечно же, мы ведем статистику, которая показывает, что за два года есть большой прирост того, что приносит вторичное сырье намного больше. То есть собирается, и на самом деле жители уже начали более серьезно относиться к этому вопросу и понимать. Потому что и год экологии дал о себе знать, да, то, что идет и пропаганда, и постоянная информация, поток информации идет жителям нашего города о том, для чего это нужно, как это полезно и так далее. Поэтому, я думаю, осознанно уже начинают все это сортировать. Но есть, конечно, такие жители, которые не понимают, для чего это нужно и вообще не желают этого делать. Но мы о них чуть попозже поговорим. У меня, я, на вопрос, такого рода. А что сейчас вообще, в принципе, собирается? Из общей массы мусора, то, что вообще, в принципе, есть, какие фракции отделяются, и что можно отдельно собирать на переработку? Ну, в основном, это, конечно же, макулатура. Очень большой объем макулатуры идет. Это картон, макулатура, пластиковая бутылка, PET-бутылка. Также к нам несут и стекло. Но мы стекло не принимаем. Очень много желающих сдать стекла. Стеклом, к сожалению, сейчас у нас не получается. PET-бутылка, канистры нам приносят, нам флаконы приносят, также из-под бытовой химии, также отрезки старых труб полиэтиленовых. То, что мы принимаем, это все активно нанесут. Народ все равно видит, смотрит, что мы принимаем, и все равно дома как-то это начинают сортировать, что-то нам приносить и дополнительно, конечно, за это еще и получать. А вот у меня вопрос по поводу сбора и разделения. Может быть, с января 2018 года мы будем сортировать мусор на несколько категорий. Насколько мы их будем сортировать? Это, наверное, бумага, да? Нет, это у нас будет двупоточный дуальный сбор. То есть, на мой личный взгляд, это самое правильное решение, чтобы не финансировать на расширение дополнительных условий. Увеличение строительства ввести на площадки коммунальных отходов, чтобы увеличивать их пространство. Необходимо здесь будет два. Это первое, это не перерабатываемые отходы туда будут. И другой следующий бак будет на перерабатываемые отходы. То есть, это и стекло, и пластик, и картон. Это все, что перерабатывается, подлежит переработке, все туда будет. Хорошо. А как человек должен понимать, что, например, я дома собираю два пакета, в один пакет я все пищевые отходы, а второй пакет, может быть, я буду что-то складывать, то, что, может быть, и не подлежит переработке вторичной. Ну, это все-таки уже будет на мусоросортировочных станциях дессортировываться, во-первых, в любом случае, потому что жители, они сразу так вот на первый взгляд и не поймут, что можно перерабатывать, а что не перерабатывать. Это пройдет, наверное, не один год, когда люди привыкнут и будут осознанно уже, в подсознании, знать, что можно кинуть в переработку, что уже не перерабатывается. А что все-таки перерабатывается? Стекло, пейт-бутылки? Пластик, пленка, полиэтилен. Пластик, полиэтилен, то есть, ну, по сути, это много. Алюминиевые банки. Алюминиевые банки, да, те же самые. То есть, это флаконы всякие. Тоже также это флаконы из-под аэрозолей, то есть металлические флаконы. То есть, все тоже будет дополнительно сортироваться на сортировочных станциях, где уже будет брековаться, брекетироваться и увозиться уже на комбинат. А что касается по поводу, вы говорите, культуры, да, то, что мы не сразу, возможно, к этому придем. Как же все-таки привлечь жителей и воспитать культуру раздельного сбора мусора? Ну, это, безусловно, нужно уже со школьной скамьи начинать. Даже с детского сада. То есть, мы все знаем, да, то, что наши дети нас еще могут и воспитывать. Не только мы их воспитываем, но и они нас. Поэтому эта пропаганда должна идти уже со школьной скамьи, да, осознанно, чтобы уже дети это знали. На сегодняшний день у нас есть такой проект, который мы хотим запустить в пилотном проекте. То есть, заинтересовать детей, школьников, чтобы они приносили макулатуру. Начнем с макулатуры, с картона и, наверное, с пластика, да, то, что легче всего. И проводить различные мероприятия, аниматоров также привлекать, открытые уроки делать. Также на школьных собраниях с родителями обговаривать эти вопросы. И, то есть, привлекать детей, мотивировать именно, чтобы они за то, что будут приносить все это вторичное сырье, они будут получать определенные баллы накапливать для своей школы, для своего класса, на который смогут уже приобрести какой-то спортивный инвентарь, констовары, те же самые деревья, саженцы, которые... Зарина, но ведь и раньше ты, и мы сейчас, в принципе, наверное, тоже макулатуру собираем в школах. Ну, макулатура, да, сейчас собирается, насколько я знаю, да, но пока ни статистики, ни как это делается, никто этого не знает. И мотивация, она отсутствует для учеников. Может быть, где-то внутри школы, может быть, в каких-то школах и есть она. А здесь будет уже открытый портал, где будут видеть каждый ученик, сможет зайти в личный кабинет, каждый класс, каждая школа, то есть, и посмотреть уже рейтинг, кто сколько сдал и какие баллы накоплены. Будут также там партнеры представлены, да, у этих партнеров можно будет приобрести уже на эти баллы. Ну, это для школы, да, но надо, наверное, еще и в детских садиках, тоже с помощью разных книжек и мультиков приучать их тихонечко к разделению сбора. Мы планируем также агитационную литературу, это и листовки, и стимулирование педагогического состава. То есть, мы все это предусмотрели, вот, и пока в проекте это все у нас указано, вот, ждем своего выхода. А будет ли какое-то, ну, хорошо, например, вот я такой безответственный житель, да, гражданин республики, как бы нашу, ну, и вдруг я неправильно сортирую мусор, будет ли какой-то штраф будет применен ко мне, как человек, который не разделяет мусор? Законодательство, по-моему, предусмотрено, то есть, если неправильно, значит, положили, или, допустим, там, что-то положили не в ту урну, то есть, это все тоже, или что-то выбросили где-то, то есть, это все тоже, по-моему, предусмотрится в законодательстве. У меня хороший вопрос тогда, например, батарейки и лампочки. Что вот делать с батарейками и лампочками? Есть ли выход какой-нибудь? У нас, мы закупили, значит, сейчас оборудование, оно у нас есть, сейчас проходит, значит, сертификацию, мы планируем брать на утилизацию лампочки ртутные, содержащие которые, и утилизировать их. Но сейчас пока он проверку проходит. Ну, нас, в принципе, собирали батарейки и Икея, насколько я помню, да, и у Минэкологии. Минэкология собирает батарейки, да, то есть, нам тоже очень много звонков поступает, куда нам деть батарейки, вот именно по батарейкам. Какие батарейки пока? Я всегда отправляю в Минэкологию, потому что, ну, это единственные пока, которые принимают эти батарейки. За батарейками немного сложно, потому что, если мы их начнем собирать, то мы должны будем еще за утилизацию платить. То есть, а у нас коммерческая организация, соответственно, то есть, ну, я не знаю, это, наверное, должны администрации города как-то, или законодательстве, я не знаю, должны прописать, чтобы откуда-то выделялись эти деньги на утилизацию. И тогда мы не против эти боксы устанавливать в наших приемных пунктах. Пусть они стоят, пусть люди приносят, потому что, на самом деле, очень много интересующих. И не знают, куда их дети просто идут. А что вот касается тоже инициативных жителей, которые, возможно, уже сейчас в своем дворе, если это город Казань или Нижнекамск, или набережные Челны, либо муниципалитеты и сельские населенные пункты, которые бы хотели тоже установить себе контейнеры для раздельного сбора мусора. Что же делать самим этим активным жителям? Ну, это в первую очередь нужно обратиться в свою же управляющую компанию, которая уже посоветует, что нужно сделать, исходя из того положения, что там можно установить. То есть или это будет пункт приема вторсырья, либо это просто будет сетчатый контейнер. Это все от возможностей площадки первокоммунальных отходов. А там дальше мы сотрудничаем со многими управляющими компаниями, также и с комитетом ЖКХ, и там уже они на нас выходят и советуют штуку. Вот, допустим, звонков много поступает на горячую линию, к примеру, установите нам сетчатый контейнер. Вот соседи видели, вот хотим мы у нас у себя. То есть народ, на самом деле, бабушки, они несут. Они несут, они хотят выбросить, они хотят, чтобы это лежало и поступило на переработку. Такие сознательные. У меня вот вопрос был по поводу самого раздельного сбора мусоров. В чем же все-таки его польза и зачем все-таки он нужен? Польза, безусловно, она известна всем. Тем, что все-таки вторичное сырье, которое выбрасывается на полигоны, оно разлагается много-много-много лет. И тысяч лет, то есть в зависимости от фракции. Естественно, сдав на переработку, даем вторую жизнь, во-первых, этому всему. Ну, не выбрасывается на полигон, не загрязняем природу. То есть это все перерабатывается и делается из него совершенно новый, другой продукт. Те же самые ведра, те же самые метла и так далее. Тары различные. То есть очень всего много. Из алюминиевых банок также, из PET-бутылок. То есть, естественно, вот даже у нас собирается в месяц где-то 200 тонн вторичного сырья. Если это перевести в кубы и сколько не вывозится на полигоны, на полигоны это круглая очень такая цифра получается, которая не вывозится. А что делать, если, например, этот мусор не перерабатывается? Что делать с фракциями, которые не идут на переработку? Которые не идут на переработку. Вот, знаете, хотелось бы, это предложение постоянно звучит. Хотелось бы, чтобы переработчикам дали вздохнуть, чтобы как-то субсидировали те компании, которые занимаются именно переработкой. Потому что несут, вот, допустим, мы можем определенный перечень принять, и вот звонят там и спрашивают, а почему я не могу вот тару из-под йогурта принести? Потому что мы ее не можем забрать. А я немножко не об этом спрашиваю. Я спрашиваю о тех вещах, которые невозможно, в принципе, переработать. В принципе, переработать. На мой взгляд, самое правильное решение – это сжигать, а не в землю закопывать. То есть сжигать и получать энергию. На мой взгляд, это самое разумное решение. У меня еще вопрос, знаете, по… Ну, вот я на самом деле, конечно, да, у нас и самосыровская свалка, сколько они там, и самовозгорание, да, все это вот. С этим согласен, но у меня еще вопрос, немножко возвращаясь к нашему первому, по поводу контейнеров самих во дворах. Если, хорошо, если мы сами сдаем его, и в один контейнер отдельно бумагу, картон, другой не сортируемый мусор, то автомобиль, который подъезжает, не будет ли он складировать в одну сыровозную машину, как бы весь мусорский, например? Нет, нет, это значит, конкретно, значит, по твердокомбунальной отходу это будет одна машина есть, собирать, предусмотренная у единого оператора будущего. А именно вторичное сырье будет собирать, значит, определенный транспорт, который будет тоже так же по графику есть, это все собирать, и будет привозить на сортировку, и там уже сортироваться по фракциям. Значит, это пластик, картон, макулатура, металл. Не считаете ли вы, что это возможно, возможно, повлечет увеличение тарифа на вывоз мусора? И как вообще можно на этом, и можно ли на этом вообще как-то экономить? Правильно так построить схему, чтобы было это выгодно? Ну, возможно, оно как-то, на мой взгляд, оно в любом случае цена поднимется. Ну, незначительное, но компенсировать можно, придя дома, отсортировав, и принеся в наши те же самые пункты приема. Да, и получить, да, это еще деньги. На самом деле, если говорить о переработке мусора, и именно сельские пункты меня интересуют, каким образом там будет возможно контролироваться раздельный сбор мусора? Это будут какие-то определенные точки, например, в Камском регионе, одна точка сортировочная станция, в Юго-Восток одна станция, или это как-то будет иначе? В каждом городе будет что-то свое. Нет, ну, у нас, да, у нас город, вообще республика, она поддельна, да, то есть север, юг, запад, значит, у нас, да, то есть будут строиться, да, кластеры, перерабатывающие кластеры, где в течение 10 лет выбранные операторы должны будут, значит, поставить линии по переработке, сортировке, вот. Также из этого мусора будет выходить уже там чистые там из пэт-бутылки, это флексы, или там, если дополнительная оборудование, те же самые гранулы, то есть это в любом случае все должно быть показательно, и я считаю вообще, что необходимо даже детям показывать это, да, что вообще творится, то есть вот сейчас даже если мы вернемся, допустим, к детям, то есть детям сейчас необходимо уже, для чего это нужно, вот для того, что по телевизору, допустим, их показывать, видеоролики постоянно, привозить, допустим, на перерабатывающие те же самые производства, где видно наглядно, что вот из грязной подбутылки там получился вот хороший флекс, там гранула, дальше эта гранула поступила там вот в этот аппарат, и получилась вот такая вот хорошая, красивая бутылочка. А у нас наглядный предет можно посмотреть? У нас есть, да, у нас есть компания, где это можно посмотреть. И для этим будет ли это понятно? Потому что я сама, конечно, немножко на другом заводе присутствовала, и мне было непонятно все-таки, что же происходит с мусором и на всех его этапах. Для того, чтобы ребенку это было понятно, мне кажется, нужно сделать что-то больше анимационное, мультипликации разные, да, делать? Или в игровой форме? Дети же не заключаются там до 10, до 12 лет. Есть у нас дети все-таки до 18 лет в школах, да, которым анимации не так будут интересны, а именно интересно будет это на практике посмотреть, как это делается. Я думаю, если при грамотной организации этого всего, то можно сделать это все доступным и понятным для детей. И даже, возможно, какие-то вот, даже есть у нас же клубы детские, да, где по профессиям все это показывают, рассказывают. И, то есть, можно как раз внедрить это все туда. Поэтому... Наверное, еще и субботники также могут хоть как-то собрать все жителей, активных жителей, инициативных жителей, которые могли бы тоже собирать мусор, приходить разделять его, и таким образом также увлекать население к раздельному сбору мусора. Ну, мы две недели назад как раз проводили такую акцию, значит, да, на улице Гаврилова, да, там, значит, набережные казанки, да, и довольно-таки мы 800, почти 800 с лишним килограмм мы забрали, собрали в торсырья. Основная часть, это, конечно, стекло. Стеклобой, очень много стекла. Ну, мы, как бы, проходящие, прохожие, которые проходили, мы установили, значит, урны по-раздельному, мы, как бы, старались их обучить, показать, и, как бы, все хорошо к этому отнеслись. Вот есть активные жители, и я очень надеюсь, что наше население республики также будет активно вовлекаться в раздельный сбор мусора. Мы на этой ноте завершаем нашу программу. Программа называлась «Ведение в Татарстане раздельного сбора мусора». Спасибо вам большое за участие. Уважаемые жители, мы с вами встретимся на следующей неделе. Это была программа ЖКС. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»